Итальянский футуризм Он возник в двух странах, он одновременно возник в России, где он назывался «Будетлянство», независимо от итальянских футуристов, и в Италии, где он назывался «Футуризм». Первый наш, собственно говоря, первый наш герой Умберто Бачони, один как раз ярчайший представитель итальянского футуризма, живописец и скульптор, абсолютно реформировавший представление о скульптуре. Футуризм официально появляется в 1909 году, и появляется он, название, наверное, уже не требует перевода, появляется он как первое направление, авангардное направленное в будущее. Но, собственно говоря, вот это самое понятие исторического футуризма и наше современное словоупотребление, то, как мы привыкли говорить слово «футуризм», наверное, нужно немножко различить, потому что итальянские футуристы не занимались прогнозированием будущего. Там не было вот этого научно-фантастического элемента, который мы сейчас, наверное, привыкли связывать со словом «футуризм», представлением о попытке создать некую картину будущего, которое должно настать, каким оно должно быть и так далее. У них гораздо, у них не было, в отличие от русских футуристов, кстати, в отличие от русских бутырян, у них, наверное, не было элемента утопии, это не было утопическое направление, ну, в меньшей степени, чем русский футуризм. Это было направление, которое предлагало, прежде всего, увидеть будущее, которое уже наступает, которое уже приближается, которое уже здесь, но его никто не видит. И не только увидеть будущее, но и радикальным образом отказаться от прошлого. Мы все помним призывы русских футуристов сбросить Пушкина с корабля современности и все такое же. Абсолютно такой же была риторика итальянских футуристов, которые говорили о музеях как кладбищах, о том, что надо разорвать с прошлым. И это было абсолютно логично для Италии, которая в то время была страной, у которой как бы не было настоящего, страной, которая абсолютно давлела ее прошлое. Это страна, в которую приезжали смотреть античность, приезжали смотреть ренессанс, приезжали смотреть все, что... Это действительно страна, современную культуру, которую никто не замечал, потому что это была страна, которая, как Бачони в одном из своих манифестов писал, что Италия воспринимается миром как сплошные помпеи, как одно сплошное кладбище. И в этой стране было очень важно найти ее современность, найти ее современный облик и найти язык для современного искусства. Италия не была ни центром модернизации жизни, ни центром мирового модернизма. Центром мирового модернизма были Париж и Германия, отчасти. Как и Россия, Италия была более-менее аграрной страной. То есть это была, как это сказать, наверное, развивающаяся страна в современной терминологии. И именно поэтому в ней вот эта красота наступающей машинной цивилизации, красота прогресса, которую воспевали итальянские футуристы, была чем-то, что гораздо легче было идеализировать, чем если ты как бы... и чем гораздо легче было найти вот этот новый эффектный образ. Идея основателя, основоположником итальянского футуризма был поэт, писатель и публицист Филиппо Томмазо Маринетти, который написал большую часть основных манифестов и который придумал идеологию направления, и который как раз говорил о красоте прогресса, о красоте даже не будущего, которая еще наступит, а той современности, которая уже наступила, и ее надо рассмотреть. И говорил о том, что самое... собственно, в чем эта красота современности, в чем эта красота наступающего, наступившего будущего, заключается, что это красота машин, прогресса и скорости, и движения, и того, что как бы мир, футуристический мир, это мир движения и скорости, и движения, того движения, той скорости, которая стала, тех скоростей, которые стали возможны только с появлением технического прогресса. Это один из основных пафосов, основной пафос футуризма, который разделяли все представители этого междисциплинарного направления, потому что итальянский футуризм – это и поэзия, и литература, и живопись, и скульптура, и архитектура, и музыка. Еще один итальянский футурист Луид Жеруссела изобрел музыку шумов, изобрел, собственно говоря, то, что потом станет, то, что сейчас станет индастриалом, и то, что потом станет нойзом, это тоже вот эта эстетика другого звука, того, как этот мир, этот наступающий мир по-другому, абсолютно по-другому звучит, что это мир как бы не тишины и покоя, которые были красивы с точки зрения классического искусства, о мир скорости движения и шума, и шум становится чем-то эстетически прекрасным и нуждающимся в осмыслении, это то, чем это тоже одна из составных частей итальянского футуризма. И этому искусству, этой идеологии, этому пафосу нужно придумать свой изобразительный язык. То есть здесь манифест возникает сначала, и потом под манифесты, отчасти под идеологию, подверстывается то, что может произойти, как это должно выглядеть. То есть не сначала появляется, как это выглядит, а потом это суммируется каким-то направлением, а сначала появляется, каким это должно было быть, и как это можно выразить в искусстве. Надо сказать, что у Бачони то, что он делал, это не совсем то, что можно ожидать от художника, подписывавшего основные манифесты итальянского футуризма. Это не красота механики, это не красота машины, хотя о красоте машины говорят половину футуристических манифестов. Вот тоже одна из самых таких хлестких фраз Маринетти, это про то, что гоночный автомобиль в сто крат прекраснее Ники Самофракийской. И это на самом деле не такое случайное определение, потому что речь идет не только о том, что промышленное изделие, техническое изделие красивее, чем античная статуя, что современное красивее, чем древнее, а в том, что и гоночный автомобиль, и Ника Самофракийская являются выражением одной и той же идеи, идеи скорости, что гоночный автомобиль действительно ее выражает лучше в своем, в том числе в своем дизайне. Но то, чем занимались итальянские футуристы в живописи, и особенно то, чем занимался Бачони, это не запечатление красоты машин, что прекрасно делали художники в других странах, вот эту красоту технологий гораздо лучше, наверное, и нагляднее передавали современные им американские художники, поскольку они жили в стране, где эти технологии были гораздо больше реальности, чем в Италии того времени. А то, как это новый прогресс, это новые скорости, эти новые ощущения изменяют наше восприятие мира. И, собственно говоря, то, чем занимался Бачони, это исследование вот этих эффектов, как меняется наше восприятие мира и себя в этом мире. Это исследование оптических эффектов, оптических эффектов стремительно меняющегося восприятия. Не только сама реальность меняется в каких-то ее технических и физических проявлениях, меняется само наше изменение, само наше восприятие. Помните, вот мы много раз будем, наверное, сегодня несколько раз будем это вспоминать, как рано в модернизме, в модернистской живописи появляются поезда, что одна из первых картин Тернера, художника, очень важного для Бачони в том числе, это скорость пары дыма, это паровоз, да, как важны были дымы вокзала Сан-Лазар и поезда для французских импрессионистов, которые, наверное, первыми стали писать и передавать не будущее еще, а просто современность, потому что изменился воздух, не говоря уже о том, что изменилась скорость, на которой мы воспринимаем мир, потому что скорость, то, что мы видим из поезда, да, это совершенно другая скорость, там, чем то, что мы видим, когда мы идем пешком или когда мы путешествуем на лошадях, абсолютное изменение вот этого восприятия. И этими эффектами восприятия занимался Бачони. Бачони получил традиционное художественное образование, которое он мог получить, начинал он в том числе из его ранних сохранившихся вещей, у него, как бы, есть, там, студии, эскизы по мотивам итальянского ренессанса, а у него был, как бы, он далеко не сразу получил возможность получать художественное образование профессиональное. Первое образование, которое он получил, как бы, одним из первых его учителей, к которому его отправил отец, был рисовальщик афиш уличных плакатов. И одни из ранних работ Бачони – это вот просто вот как копирование или создание вот этих самых стилей, вот этих постеров, да, журнальных иллюстраций, может быть, комиксов того времени, и занятия, которые как бы никак не повлияли на его язык. Но самым забавным образом, что впервые вот эта тема скорость возникает, собственно, в абсолютно коммерческой работе, которую он делает вот с этим самым прекрасным гоночным автомобилем и лисей охоты. И, как бы, при этом то, с чего он начинается, собственно говоря, как художник, он делает то, что было тогда, он как бы осваивает самые модернистские языки того времени. Что было тогда самым продвинутым языком, был постимпрессионизм. В его итальянской версии это направление, которую называли, техника, вернее, которая называется дивизионизм, это аналог французского пуантилизма, того, чем во Франции занимался Жорж Сера. То есть это достаточно как бы научно обоснованное представление о том, чем должна заниматься живопись, что не надо смешивать цвета, надо класть, точками класть взаимодополняющие цвета, чтобы создалось ощущение вот этого воздуха и цвета, которому, как бы, с одной стороны, этот метод, как бы, живописный метод и живописный язык основаны, что очень важно для, вот, круга идеи итальянского футуризма, на сугубо научном позитивистском мировосприятии, что это исследование того, как наш глаз воспринимает цвет, а не желание создать прекрасную картину. Вот, но, с другой стороны, именно в итальянском дивизионизме появляется новый, как бы, аспект, что если передавать цвета и свет таким образом, то цвет оказывается не свойством предметов, а свойством света, светового потока. Соответственно, это ведет к дематериализации искусства. Соответственно, именно дивизионистская техника, основываясь, как бы, на позитивистском научном точке зрения, может передать не материальную, а духовную картину мира. И вот эта, как бы, вот эта идея писать свет, а не предметы, это та, писать ощущение, это та идея, которая для обочвения в дивизионизме была очень важна. Ну, писал он те сюжеты, которые тогда могли быть, как бы, то, что пишет молодой живописец, осваивающий художественный язык, где уже появляются какие-то, то есть дамы-окна, некие интерьеры. Я вот эту картину хочу обратить на нее ваше внимание, потому что здесь появляется сюжет, который потом Бачуни будет ломать в следующих сюжетах, что такое интерьер и что такое мир снаружи. Здесь есть дамы-окна, есть эта улица, есть городской пейзаж, который находится вовне, который очень интересно прописан, он не совсем фонный, Бачуни явно очень интересно, что там есть трамвай, что там есть лошади, что там что-то происходит. И в дальнейших его своих полотнах он будет исследовать, как этот внешний мир, как этот городской мир будет вливаться в интерьер, как он будет ломать интерьеры, как он будет ломать, в конце концов, даже замкнутое существование, модели замкнутого существования персонажей его работ. Там все, собачки, и вот это самое, где важны не только сюжеты, а важна вот эта дивизионистская техника, которую он оттачивает. Бачуни получает возможность, он довольно много учится в Рибе, потом он учится в Венеции. Венеция, которая на него производит очень тягостное впечатление, потому что для него это город прошлого, естественно, это для человека, футуризм появляется в 1909 году, но вот этот гнет прошлого и желание современности и прогресса у Бачуни уже присутствует, а в это время он увлекается политической мыслью, он читает Бакунина, он симпатизирует анархистам, он симпатизирует социалистам, поэтому это идея прогресса, труда, как бы модернизации Италии. Причем труда не как того, не как закабаление несчастных тружеников, а как, наоборот, освобождение и возможности модернизировать этот мир. Его очень интересует, естественно, в Венеции, в городе, в котором невозможны автомобили как таковые, он себя чувствует замкнутым, он себя чувствует, он рисует эту Венецию, потому что ее положено нарисовать каждому живописцу, но рисует ее как город мертвый, каким он уже будет. Он довольно много путешествует, и да, вот еще, когда у него возникает вот этот почти тернеровский сюжет, что он рисует эти лодки, но его интересует не как классическая моря, но интересует этот пароход с дымами, который стоит на заднем плане, который действительно меняет воздух мира, делает его современным. Он изучает самые разные языки того времени, он увлекается, как помимо дивизионизма, импрессионизма, с которых он как бы начинает. Он увлекается творчеством Берслея, и он изучает, он довольно много путешествует, он едет, он бывал в Париже несколько раз, он бывал в Германии, где в этот момент складывается экспрессионизм, и он был знаком с творчеством Мунга, который для него тоже очень важен. Он в 1906, по-моему, 1907 году путешествует в Россию, и он был в Петербурге, Москве и Царицыне. И с этим как бы знанием того всего, что происходит в мире, он пытается найти свой язык, выбирая, в общем, из прекрасного знания всех языков, которые тогда существуют, и для него был очень важен экспрессионизм, как возможность, для него был важен вот этот самый постимпрессионизм, и этот самый паровоз, который идет здесь почти как у Тернера, почти как на работах французских импрессионистов, там все время этот сюжет с этим поездом будет появляться. Он пишет пейзажи импрессионистские, но он пытается понять, как все-таки современность меняет этот пейзаж, потому что потом он в своих манифестах оболчения будет писать о том, как важны были импрессионисты, что это действительно абсолютно, что они изобретают современность, что единственная их ошибка была в том, что они себя отождествляли с природой, и поэтому они не смогли стать современными художниками, авангардистами. И он пишет, как цивилизация вторгается в этот прекрасный итальянский пейзаж, так как появляются фабричные здания на заднем плане, и каким потом становится этот фабричный пейзаж, это фабрика заказа, это работа, сделанная на заказ владельцами этой фабрики, но начинает исследовать вот эту современную промышленную архитектуру, которая, может быть, ему одному из первых показалась не то, чтобы красивой, но хотя бы интересной, что это какой-то архитектурный язык, для которого надо найти свой язык живописный. И он будет писать эту фабрику, будет писать рабочих, будет писать, как она меняется на протяжении дня, и я думаю, что это на его интерес к социализму тоже в то время накладывалось. И даже свой следующий автопортрет он пишет на фоне вот этой самой архитектуры, архитектуры становящегося, появляющегося тогда современного города, архитектуры, которая будет абсолютно не утопической для его восприятия, архитектуры отчуждения, которая будет на протяжении всего XX века восприниматься как архитектура отчуждения человека. И еще один обязательный период увлечения, через который он проходит, это символизм и немецкий экспрессионизм, даже не столько немецкий экспрессионизм, который тогда же складывается, сколько творчества Эдварда Мунка. Вот это ощущение предельной субъективности восприятия и ощущение как бы той современности, с которой он будет работать, как некого абсолютно острого, новой остроты восприятия, новой остроты субъективности. У него очень, там, есть такой почти сюрреалистический, да, эти Паоло и Франческо, вписанные в раковину, напоминающие раковину, которая у него появится. У него, как и у многих художников-символистов, почти символизм оказывается тоже одним из возможных путей к абстракции. И его первой, собственно говоря, официальной футуристической работой считается вот этот вот бунт или драка в галерее, которую он пишет. Насколько я понимаю, это вот Миланская торговая галерея, которая появляется как раз тогда, как новое городское пространство. И то, что, как бы, такая картина, в которой он пытается, как бы, стремится передать, собственно говоря, то, что является красотой с точки зрения футуризма, красотой движения, скорости и толп. Футуризм воспевал красоту толпы, красоту массы. Ну, как вы знаете, там Муринетти, те итальянские футуристы, как и многие из тех итальянских футуристов, которые до этого дожили, приняли достаточно восстановление тоже на фашизм, который возникал тоже, как мы, модернизационное и близкое к социализму направление в свое время. И поэтому вот эта красота масс, которая всегда будет связана, потом станет элементом тоталитарных эстетик, будет итальянский фашизм, будет немецкий фашизм, будет социалистический реализм и русский авангард в том числе. Она там всегда будет присутствовать. Здесь это красота масс, как красота хаоса, как красота движения, как ощущение того, что картина должна быть наполнена ощущением жестокости, не жестокостью в смысле насилия, а интенсивности переживания. И когда Бачони создает эту картину, начинает разрабатывать одну из первых своих теорий, как должна строиться картина. Она должна строиться по линиям силы, там должны быть силовые поля. Картина должна быть построена таким образом, чтобы зритель не стоял перед картиной, а оказался затянут внутрь этой картины. Что если он должен себя почувствовать, что если эта картина посвящена беспорядкам в этой самой галерее, то он должен оказаться внутри этих беспорядков, он должен казаться вовлеченным в эту ситуацию, выбирать, если это драка на чьей стороне, он дерется. Что он не может стоять перед картиной, и он не может рассчитывать на то, что картина будет развернута к нему, как сцена, как это строилось в традиционной живописи. И зритель перестает быть центром мира, так же, как вообще перестает быть центром этого мира человек, о чем-то уже Бачони будет потом писать. Ну, футуризм, как я уже говорил, возникает как направление протестное и бросающая вызов вообще обществу. Вот такая вот карикатура, запечатлевшая футуристический вечер в Милане, вполне себе показывает то, на что футуристы рассчитывали, что это должно быть скандалом, что это должно быть эпатажем, что это для того, чтобы эпатировать буржуа, а не для того, чтобы им понравиться. И главным элементом эпатажа был вот этот самый бунт против прошлого, против засилия культуры, против табеля о рангах высокого искусства и академических представлений о красоте и желание встряхнуть ситуацию, внести в нее напряжение, внести в нее энергетику, внести в нее драйв, говоря современным языком. И манифесты читаются со сцены, сопровождаясь вот примерно той реакцией, которая здесь изображена. Итальянские футуристы культивируют тип предельно франдерский по отношению к зрителям и критикам, тип поведения. Бачони, который предполагает драки, который предполагает стычки с публикой, который предполагает, что публика закидывает выступающих с манифестами картошкой, например, или помидорами, там чем полагается, закидывать непонравившихся артистов в данном случае. И, по-моему, не Бачони, а кто-то другой, по-моему, Бала, а еще один живописец-футурист выпил совершенно гениальный фраз, когда в него очередной раз полетел это картофель. Он сказал мне, что же вы кидаете, лучше вы подбросили новую идею. И никто вот эту вот как бы неспособность подбросить новую идею. И тот вызов, который как бы футуристы бросают публике. Поэтому живопись, которую создают футуристы, как бы обязана быть эпатажной, обязана быть вызывающей. Современный идол – это, естественно, то, что вызывает неприятие. Это как бы образ кортизанки, наверное. Это образ женщины, которая совершенно не соответствует представлению о том, как должна выглядеть идеально красивая женщина, достойная живописного полотна. Это впечатление, как бы в этой картины, это отчасти впечатление Бачони о Париже, в котором он побывал, который был гораздо более похож на столичный мегаполис, о котором мечтали футуристы, чем итальянские города того времени, в котором было ощущение такого Вавилона, столпотворения, и ощущение ночной жизни, и которую Бачони как раз с упоением описывает в своих дневниках и манифестах. Он пишет об этом, о том, что, поймем, чем должен заниматься футуритм, перестать писать старинные сюжеты и писать современность, написать вот этот самый мир, который вокруг нас, мир, в котором есть красота поездов, самолетов, подводных лодок и огромных современных мегаполисов с их невероятной жизнью, ночной жизнью обитателями, фигурами, которые становятся опаши, кокотки, любители абсента. Вот эта вся городская романтика нового, барварского, прекрасного, опасного города, романтика, связанная во многом с эстетикой экспрессионизма немецкого. Вот все эти города, которые писали немецкие экспрессионисты, и персонажи, которые больше не должны быть естественными. Естественно, футуризм ополчается прежде всего на академическую традицию, и одним из знаков того академизма, с которым надо покончить, является, естественно, жанр ню, жанр обнаженной натуры. И в Абачоне пишут прекрасную фразу, что нет ничего более унылого, чем ню в живописи, еще более унылым, может быть, только сюжет Эдюльтера в романе, и что футуристы, для футуристов современная одежда так же красива, как для академических, как для мастеров прошлого, было обнаженное женское тело. Что человек не должен быть сведен к ноготе, не должен быть сведен к тому, что в нем вне временного, естественного, как бы, и природного, что на самом деле сам этот жанр в нем абсолютно искусственный. И гораздо естественнее увидеть вот этого человека с его одеждой, что лицо должно быть накрашенным. И в своих впечатлениях о Париже Бачоне пишут о этих потрясающих женщинах, которые раскрашены целиком, что у них накрашены глаза, губы, щеки, уши, кончики пальцев, шея. И что это невероятно красиво, потому что это грим, косметика, которая не подражает природе, не хочет выглядеть естественной, не имитирует естественную красоту, а выглядит нарочито искусственно, и поэтому это искусство и живописи, что в современном городе дико считать, что надо по-прежнему писать человеческое лицо и человеческое тело розовым, поскольку оно не розовое, поскольку в цвете этих ночных огней человеческое лицо может быть зеленым, желтым, фиолетовым и так далее. И вот эти вот лица он пишет, он отчасти использует идеи фавистов французских, которые тоже освободили цвет, который тоже цвет может быть любым, там Ван Донгена можно вспомнить. И он пишет такого идола современного города, вот это полотно «Смех», в котором тот же самый, почти такой же персонаж, как этот современный идол, издевательски смеется над зрителем, как бы, что это такой вызов. И картина в то время вполне оказалась провокационной, потому что на выставке один из зрителей набросился на эту картину и повредил ее. Правда, совершенно непонятно, как ее реставрировали, не реставрировали, непонятно, в чем заключались эти повреждения и не переписал ли вообще ее Бачоне заново после этого. Но вот сама идея, что такая картина, что этот смерть действительно был оскорблением для зрителей, которые нервных особенно. И в этом полотне появляется, конечно, еще один язык, который для модернистского искусства, который Бачоне использует, он начинает осваивать язык кубизма, французского кубизма, который тогда был как раз главным, который футуристы итальянские воспринимали как своих главных соперников живописи. Поэтому Маринетти даже отказался давать футуристические полотна на знаменитую выставку «Арморишоу», которая проходила в Нью-Йорке в 2013 году. Это была первая выставка европейского модернизма в Америке, после которой Марсель Дюшан стал звездой в Америке с картиной обнаженной спускающейся по лестнице. И Маринетти не было итальянских футуристов, потому что Маринетти не хотел, чтобы их выставляли вместе с кубистами, и чтобы их вспутали. То есть он хотел как-то настаивать на своей отдельности этого направления. При этом при всем признании кубизма у Бочони были огромные к нему претензии, то есть это были все время отношения соперничества, и объяснение этого соперничества было, как объяснение, почему кубизм это антифутуризм, было абсолютно логично, потому что кубизм работает с неподвижными объектами. Рисование проанализированный объект аналитического кубизма, расчлененный на планы, это объект, который по определению является неподвижным, который по определению является статичным, а то, чем занимается футуризм, он изображает движение как таковое, он изображает предметы в движении, и когда предметы изображаются в движении, когда, собственно говоря, изображается вот эта другая скорость восприятия, оказывается, что никакого неподвижного статичного предмета нету, так же, как и нету пространства вокруг этого предмета. Предмет находится в постоянном становлении, в постоянном изменении, невозможно выделить фигуру и разделить фигуру и фон, фигуру и пространство вокруг нее. Вот вы помните, мы только что видели, как за три года до этого Бачони пишет «Женщину окна». Через три года он пишет про то, как улица входит в комнату, что все, что там было за окном, то, что было абсолютно отделено от этого идиллического мира, этой мечтательной дамы, здесь врывается в комнату. И когда Бачони объясняет, что мы должны верить своим глазам, а не тому, что мы знаем о мире, когда мы поверим своим глазам, а не музею, мы увидим, что нам довольно сложно различить, где кончается щека человека, стоящего у окна, и где начинается круг лошади, который проходит в конце улицы, который открывается за окном, вот эта лошадь. И здесь он буквально рисует, как эта лошадь выскакивает, разве что не из складок юбки этой фигуры, которая стоит на балконе, как улица вламывается в дом, потому что нет дома, потому что нет улицы, потому что нет никакого автономного пространства. Это пространство, в котором этот слом границ предмета, пространства и так далее, выглядит одновременно и завораживающим, и катастрофичным, потому что негде спрятаться, нет никакой автономности. И вот такой же, одновременно завораживающей, катастрофической картины мира, в котором все изменяется, в котором ни у чего нет, ни у чего не осталось четких очертаний, в котором все пребывает в движении, в котором невозможен покой, невозможен остановка этого движения, и какое-то представление об автономности, самодостаточности, стабильности. Это растущий город, или Сити Райс, тоже его классическая футуристическая картина, где весь этот город с его стройками, с его движением, превращается в огромную воронку, которая затягивает в себя зрителя, в котором зритель тоже не может почувствовать себя неподвижным и стабильно созерцающим эту картину, которая вся, которая как бы убегает от взгляда, которая закручивает тебя внутрь, несмотря как построено это полотно, хотя вроде бы это не сюжет картины, но выглядит она так, как строились аббатальные полотна, это картина битвы, где смешали их с этими. И главным символом этого силы и движения, мощи, как ни странно, оказывается, вполне не машина, а вполне себе архаическая фигура лошадей. Вот эти самые конские фигуры, как символ такой мощи, движения и скорости. Что и анахронично, и логично на самом деле, потому что, наверное, для Бачони мир прогресса, мир современности и мир прошлого не были разделены на то, что это мир органический, мир машины. Наверное, для него вот та самая бурлящая современность, которая наступала. Это мир, в котором нету больше, не важны больше эти различия, сама эта оппозиция между природным и искусственным, цивилизационным. Это то, где всё это смешивается в этот самый единый порыв, единый вихрь, в котором есть только ощущение интенсивности и скорости, а совершенно не попытка разделить эти объекты, понять, что из этого, какого происхождения. Лошадь – это то, когда Бачони говорит о том, что принципиально, что надо изображать предмет в движении, что предмет в движении – это не изображение траектории этого движения, это изображение изменений и постоянных трансформаций этого предмета, потому что предмет, он не двигается, он постоянно изменяется. И наглядно, что движущаяся лошадь – это не то же самое, что стоящая лошадь, что стоящие лошади четыре ноги, а у лошади в движении двадцать ног. И вот это ощущение скорости и движения как постоянной мутации – это то, что изображают в живописи Бачони. Ощущение того, что город – это не здание и улицы, что пейзаж – это не… не пространство, это вот эти самые силовые линии, а пейзаж – это любая картина, это ощущение. Художник должен рисовать не предметы, не фигуры, не ландшафты, он должен рисовать ощущение, он должен описать состояние души. Поэтому программный цикл работ, который существует, даже сложно сказать, сколько в нем частей, это триптих, который существует в нескольких вариантах. Называется вот это самое программное название «состояние духа». Состояние духа. Именно то, что является предметом изображения художника-футуриста. В отличие от кубистов, которые изображают все-таки предмет и его видение, как его можно расстрелить, как его можно рассмотреть, на что он похож, еще как бы футурист изображает состояние духа, футурист изображает мир как череду ощущений, которые он у нас вызывает, как череду состояния. И это тоже один из упреков футуристов к кубистам, упреков совершенно заслужено, что кубизм не эмоционален, что в кубистическом полотнении может быть эмоции, в кубистическом полотне не может быть ощущений. Кубистическое полотно аналитично, но любой анализ убийственен для предмета анализа. Анализировать можно только статичный предмет, анализировать можно только мертвый предмет. Бачони говорит о том, что то, чем занимается Пикассо, это почти как анатомический театр предмета, что его можно расчлинить, можно разобрать, как он устроен, но он не будет двигаться. И что вот эта статичность кубизма делает его абсолютно академическим, что это все равно то же самое, что академический художник, который рисует, совершенно обязательно пишет застывшую модель, модель, которая должна как можно дольше сидеть неподвижно. А то, что должны сделать футуристы, это, собственно говоря, писать только движение, потому что статика искусственна, потому что статика не существует в природе, ее все меньше не существует в мире. Поэтому это ощущение от мира, это мир, который находится в движении, и это не механистическая скорость, не машинная скорость, не технологическая скорость, а скорость как эффекты восприятия. Поэтому программное произведение, с одной стороны, называется «Состояние души», с другой стороны, сам сюжет, который Бачо не избирает для этого, это сюжет сугубо футуристический, это вокзал. Самый вокзал, в котором в этой версии первой части Трептиха вполне различим паровоз, вполне различимое ощущение, как бы в ней есть эта машинная эстетика, и есть добавленные в эту, как бы вот эти, есть включенные сюда эту композицию цифры, цифры, которые как раз отсылают к кубизму, и по одной из версий эти цифры появляются там как раз под, потому что эта работа должна была выставляться на футуристической выставке в Париже. Футуристы запускают движение в Париж. Первый манифест футуристов был, манифест написанный Маринетти, был напечатан во французской газете, был написан и напечатан на французском. То есть надо как бы в главном модернистском городе запускаться. И под парижскую выставку делается эта картина, которая делается с расчетом того, что мы знаем про кубизм, что мы знаем, что там положено включать цифры в композицию, в картину, что это абсолютно должно выглядеть таким же современным или таким же модным, как картина кубистов, но при этом должно быть чем-то принципиально другим. И вот через какие варианты эти картины проходят, это может быть абсолютная абстракция. Вот как выглядит вторая часть, где опять-таки это ощущение поезда, это ощущение уже не вокзала и дороги, проходит через все-таки еще вот эту символистскую и экспрессионистский бэкграунд, который был у Бачони. И это состояние духа, которое он пытается предать, это состояние духа отнюдь не ликование от возможности путешествия, от скорости, от красоты этих всех машин, а это ощущение очень надрывное ощущение расставания, что поезд, как бы исчезновение, где те, кто остаются, те, кто провожают, уезжающие, остающиеся, все больше и больше превращаются в призраков, что это ощущение призрачности, что это ощущение возможного исчезновения, что это вполне можно вспомнить, что для Фрейда сны о поездах, сны об отбытии, это сны о смерти, это сны об исчезновении, и что вокзал – это то место, в котором мы расстаемся, с кого-то провожаем, и с кем-то расстаемся, и этот кто-то оказывается призрак. Это превращение этих самых фигур в абсолютно очевидные призрачные тени, которые с этим вокзалом происходят, которым оказываются вот эти самые состояния духа, это тоже такое очень странное, как я уже говорила, отнюдь не утопическое видение современности, а ощущение, что современность и будущее – это не то, что лучше, разумнее, рациональнее и комфортнее, это ощущение того, что это то, что связано с гораздо более острой интенсивностью переживаний. И вот эту интенсивность переживаний Бачоний передает. Мир, в котором уже никто не автономен, в котором нет разделения на предметы пространства, в котором улицы смешиваются с домом, в котором тоже, как пишут в своих манифестах Бачония, когда мы сидим на диванах, мы смешиваемся с этими диванами в единое целое, и когда мы видим, не знаю, 16 людей, которые едут в трамвае, что это такое, они одновременно и двигаются, и неподвижны. Одни одновременно находятся в трамвае, но смешиваются с теми улицами, которые мы видим через окно трамвая. Они то исчезают, то появляются, потому что в зависимости от того, как идут по их лицам солнечный свет и тени. Каждая, ни одна из фигур не стоит перед зрителем постоянно, потому что любая фигура, любой персонаж, с которым мы встречаемся, появляется и исчезает перед нашими глазами, они стоят для того, чтобы мы его смогли рассмотреть и написать подробно, что художник не может поэтому писать человеческое лицо или человеческую фигуру, он должен писать атмосферу, которая окружает эту фигуру, он должен писать пространство вокруг нее, он должен писать, он должен писать голову, мы пишем эхо, а не голос, потому что голос нельзя записать. И вот это футуристическое видение как видение хаоса, как видение того, что хаоса, который одновременно является ощущением цельности мира, что все планы перемешаны, планы накладываются друг на друга, улицы входят в дом, человеческая фигура растворяется в этом городе, и то, что действительно есть в этом, там есть отражение, видимо, этого лица в окне, и то, что есть в этой, в композиции этой картины, есть ощущение абсолютно головокружения, которое, собственно говоря, является, наверное, искомым эффектом, желаемым для художника эффектом, что и тоже вот этот самый сюжет, который Бачёни проговаривает, что человек больше, что композиция не должна быть такой, чтобы зритель стоял перед картиной и чувствовал себя в центре этой картины, ничто не является центром картины, человек больше не является центром мира, человек не более и не менее интересен, чем вспыхивающая и гаснущая электрическая лампочка, не более, но и не менее, и как бы есть абсолютно, как бы никогда не все, как бы это ощущение хаоса, что, с одной стороны, все теряет стабильность, и в чем, как бы, человек предстоит быть центром мира, но за счет этого, как бы, но мир при этом обретает цельность. Ты предстоит быть центром мира, но ты становишься его частью. И этот хаос, как бы, это есть новое ощущение цельности. Хаос есть, и как бы этот хаос как цельность, как некую новую естественность, как некую новую природность, которая, этого ощущения, как новое дикарство даже, о котором Бачёни пишет, это то, что действительно есть в его живописи, и то, что, наверное, абсолютно не совпадает с таким представлением о футуризме, исключительно как гимну технократического, технического прогресса. При том, что Бачо не отказывается ставить человека в центр мира, для него очень важно исследовать, как же эта человеческая фигура, что она из себя представляет, каким именно образом она смешивается с миром. Он идет от кубизма, он, конечно, осваивает уроки кубизма, пытаясь при этом внести это футуристическое противостоящее кубизму ощущение движения, динамики и нестабильности предметов, того, что они находятся в постоянном изменении, того, что они находятся в постоянной мутации. И делает он это в том числе потому, что он ищет возможность перейти к новому медиа, он ищет возможность от живописи перейти к скульптуре, перейти к абсолютно неважно, предельно сложная задача делать скульптуру, передавая не объект, не неподвижный объект, а объект в движении, объект и более того не автономный объект, а объект, смешивающийся с пространством вокруг него. Вот это то, что пространство и является, что предметы дробятся на пространство, что предмет растворяется в пространстве, продолжается в нем, что различные планы зрения отслаиваются друг от друга, создавая вот это ощущение растяжимости, ощущение, которое он пытается передать. И поэтому начинаются, все работы этого периода называются исключительно студиями, это исследование, это исследование динамизма, исследование динамизма, той динамики, которая размывает объект. Вот так выглядит футболист, это не изображение футболиста, это изображение его динамики. Так выглядит человеческая голова в этом динамическом процессе, который скривляет ее. Так выглядит, вот так двигается велосипедист, так двигается человеческое тело. И постепенно от этих студий он приходит к скульптуре. К скульптуре абсолютно по-другому придуманной, абсолютно по-другому переосмысленной. И со скульптурой, которая должна передавать, вот это же самое ощущение, которое совершенно не может передавать скульптура, ощущение смешения внешнего и внутреннего пространства, ощущение смешения и смещения объектов. Поэтому одна из первых его скульптур, которая не сохранилась, к сожалению, в ряду, не дошла до наших дней, называется «Взаимопроникновение головы и окна». И это скульптура, которая представляется, действительно, эту мутацию, наложение предметов, объектов друг на друга, живого и неживого. А скульптура, абсолютно, скульптура, в которой есть гротескность, в которой есть, которая, судя по этой фотографии, отчасти даже напоминает Арчимбольда, напоминает вот это странное что-то, что только с одной точки зрения может выглядеть целым. А на самом деле она построена таким образом, чтобы, будучи цельной, выглядеть постоянно меняющееся. Ну, в общем, они достаточно сложно судить, потому что это единственная фотография, которая сохраняется. Более того, это ассамбляж, это скульптура, сделанная из разнородных материалов, это скульптура, которая включает в себя оконную раму, какие-то элементы оконной рамы настоящей, и которая показывает вот эту самую, то есть это антискульптура, потому что показывает, она, собственно говоря, вот эту невозможность стабильного объекта, невозможность статуарности как таковой. И вот с этой скульптурой, как невозможностью статуарности, как желанием передать пространство, Бачони начинает работать. Причем это, как бы, у него достаточно парадоксальное представление, потому что, конечно, идея, что скульптура должна работать не с объемами, не с человеческой фигурой, а с пространством, она на протяжении всего XX века будет присутствовать. Но таким более понятным и более дошедшим до нас образом это путь, который идет к инсталляции, это путь, который ведет к тому, что скульптор ставит не одну единственную скульптуру на постаменте, а придумывает пространство, организованное этими скульптурами, то, что делал Джекаметти, о котором мы говорили. То есть это такой вот самый простой способ, каким образом скульптура должна работать не с фигурами, а со средой, с ощущением пространства. Бачони работает с ощущением пространства абсолютно по-другому. Он делает это, он не создает его, то есть он не работает с реальным пространством, в котором зритель может оказаться вместе с этой скульптурой. Он не создает скульптурные формы, которые структурируют реальное пространство вокруг них. Он создает пространство, как некое силовое поле, которое воздействует на эти скульптуры. Это какое-то поле, в котором эти скульптуры, которые как очень сильный ветер. Вы помните, были такие знаменитые фотографии человеческого лица в аэродинамической трубе, которая абсолютно плющится. И вот это ощущение того, что пространство, среда, вот эта атмосфера вокруг лица, вокруг человеческой фигуры, которую надо представлять вместо того, чтобы представлять человеческую фигуру, Бачони ее создает как некий эффект воздействия на эти скульптуры, что они находятся в другом гравитационном поле, что они находятся в абсолютно пространстве с другими, что это пространство, которое гораздо более интенсивное, сильное, с какими-то этими силовыми линиями, чем то пространство, в котором мы находимся, которое мы перестали чувствовать. И вот это ощущение искажения пространственного, за счет которого и создается пространство, это, наверное, то, с чем он работает. И то, что дает его работам неожиданно сюрреалистический аспект. Сальватор Дали скажет об Ачоне, что это, может быть, один из тех немногих художников, который мог бы достроить саграду фамилию Гаудия. Потому что то ощущение, это очень точное, на самом деле, очень точное определение. Потому что то, что представляет Бачони, это ощущение вот этого органических метаморфоз, органического становления, в котором пребывают предметы, которые он изображает. Что всего-навсего бутылка, разворачиваяся в пространстве, перестает быть вот этой промышленно изготовленной бутылкой, она становится какой-то живой формой, которая мутирует, которая разрастается, которая находится в таком морфинге постоянном. И это то, что не представляет красоту, вопреки футуризму, что не представляет красоту промышленного объекта, что не представляет красоту промышленной эстетики, А что представляет новую красоту тотальной органики, тотальные способности к метаморфозам, которые обретают в этом другом мире с другими интенсивностями все, что происходит. Поэтому движение – это то, что почти разваливает форму, как оно разваливает эту лошадь, превращая ее в треугольный набор траекторий. Это то, что превращает, это то, что расплющивает человеческое лицо, это то, что дает ему возможность изменения, это то, что ему дает возможность метаморфоза. Луначарский очень критично, но очень точно написал, на самом деле, об отчонниках. Естественно, он его критиковал, потому что авангард Луначарский не любил. И он говорил, что какое же это ощущение скорости? Это, наоборот, ощущение чудовищной вязкости, что все эти фигуры как бы преодолевают, как бы залипают в каком-то очень вязком пространстве. И вот это ощущение вязкости, оно действительно есть, как бы одно из, наверное, самых... Потому что пространство становится настолько ощутимым, настолько чувствующим, физически ощутимым, что его надо преодолеть, что каждый шаг, который совершает эта фигура, дается ей с трудом. Потому что, проходя сквозь это пространство, она разрывает его. То есть ощущение, что этот идущий человек, как бы идущая фигура разрывает это пространство, наматывая на себя его обрывки, и в то же время распадается в этом пространстве вот в эти самые странные лоскуты и лохмоть. И при этом то, что получается, это невероятная красота и мощь, ощущение самого усилия, вот этой самой скорости и движения как некого усилия. Поэтому не случайно Бачоне при всех призывах расстаться с наследием прошлого постоянно вспоминает Микеланджело. И постоянно современники, футуристы в качестве главного упрека им адресовали, что вы возвращаете барокко. Но при этом это ощущение барокко, мира, который находится в движении, в нестабильности, конечно, в футуристических скульптурах, и в этих скульптурах, в том числе в этой самой знаменитой скульптуре Бачоне, которая даже изображена, по-моему, на каком-то монете итальянском варианте 50-центового евро, запуталась, извините, и которая является одной из таких главных иконических вещей итальянского современного искусства, в ней есть ощущение действительно фигуры, которая с каждым шагом должна собирать себя и распадаться вновь. И вот это то ощущение движения и скорости, и то ощущение, в котором совершенно неважно, собственно говоря, человеческая эта фигура или нет. Ее довольны, как бы об этом персонажи, говорят, что это машина, что это киборг, что это какое-то другое. Но на самом деле, как бы, и при этом эту идею киборга, она там, например, идея механического человека, она, например, была утопическая или антиутопическая, кому как нравится. Она была, например, совершенно не чужда Маринетти, которая писала о том, что прекрасном человеке будущего, в основном механическом, с набором запчастей, который, наверное, будет бессмертным. Но при этом у Бачони, наверное, это все-таки история, это, наверное, образ такого напряжения, движения, которое абсолютно снимает различия между живым, между органическим и неорганическим. Это просто, это действительно движение, совершенно неважно, кто его осуществляет, какая фигура его осуществляет. И это движение, которое делает зримым это пространство, с которым он делает зримым скорость и пространство, через усилие. При этом это пространство абсолютно никак, в отличие от того, что будет делать Джакометти, и что будут делать современные художники Бачони не создает ощущение пространства, он не обращается к инсталляции, он не работает с реальным пространством, он создает некое абсолютно условное пространство, почти иллюзорное, как барокко, пространство виртуальное, которое зритель может ощутить только через вот эту видимость эффекта, воздействия, очень мощного, которое это пространство оказывает на фигуры, которые он туда помещает. И именно это исследование пространства, это попытка его передать, и, наверное, привела Бачони от живописи к скульптуре. Как бы, к сожалению, он очень рано погиб, погиб он в 16-м году во время Первой мировой войны, погиб он, поэтому он таким нелепым, трагическим образом, он не погиб во время боевых действий, он погиб во время тренировок, упал с лошади и разбился, вот таким совершенно нефутуристическим образом. Идея, как бы, история про пространство и про то, как его передать и открыть, также один из главных сюжет другого нашего героя, также итальянца, Луччи Фонтана, в общем, младшего современника итальянских футуристов, отчасти продолжавшего футуристическое желание создать искусство, соответствующее абсолютно изменившемуся состоянию мира сегодня, но, в отличие от итальянских футуристов, Бачуни все-таки как раз был утопистом, но утопистом предельно ироничным, как мне кажется. Он сын скульптора потомства, как бы, Бачуни создался, извините, Фонтана, извините, пожалуйста. Фонтана знаменит, прежде всего, самым, наверное, ярким иконоборческим жестом в истории искусства. Он, вместо того, чтобы писать полотна, он взрезал их, как бы разрушая саму возможность создать картину. Но на самом деле этот жест, как бы, взрезать полотно, внутри той истории, которую создает в своем искусстве фонтана, не был жестом разрушения картины, он был жестом создания пространства, выхода из двумерности живописи в трехмерность некого нового искусства, которое он придумывал и которое он называл специализмом, пространственным искусством. Но при этом для того, чтобы прийти к этому специализму, который открывается, к другому измерению, который открывается, если взрезать и разрушить искусственную двумерность холста, ему нужно было начать со скульптуры, как раз трехмерной, потом прийти к живописи, или хотя бы к картине, чтобы разрушать эту картину. Он сын скульптора, который учился в мастерской своего отца, родился он в Аргентине, его отец был итальянцем, и какое-то время он жил между Италией и Аргентиной. И начинал он с того, с чего начинают все скульпторы, с нормальной фигуративной скульптуры. Хотя он одним из первых в Италии выставку нефигуративной скульптуры, абстрактной скульптуры, что уже совершенно было не ко двору, потому что это все-таки 30-е годы, и это торжество фашистской эстетики, фашистского стиля, требовавшего в итальянском варианте гораздо более лояльного к модернизму, потому что там те же футуристы были, Маринетти был другом у Солени, и там никаких выставок дегенеративного искусства не проходило. В общем, это был относительно лояльный к модернизму фашистский режим, но при этом требовавший все-таки некой героической, неоклассической эстетики, в которой абстрактная скульптура могла быть только маргинальная. Поэтому фонтан вполне делает заказное, он работает на заказы, он выполняет заказы, он вполне делает то, что от него ожидается, он вполне делает эту эстетику, которую полагается тогда делать. Причем в данном случае он придумывает не только статую, но и придумывает то освещение и то пространство, в котором эта статуя экспонируется. Он делает там всех этих атлетов, подобающих стилю, таких немножко нарочито архаизированных, как если бы речь шла о высокой античности, такой этруской скульптуре архаической. И делает это уже немножко почти заведомо пародийно. И это пародийность, при том, что он не был диссидентом, он вполне делал то, что от него можно было делать в это время, у него выражается в том, что начинают очень активно использовать цвет. Цвет, позолоту, все то, что с этой неоклассической эстетикой никак не ассоциировалось и выглядело как то, что действительно бросает вызов тоталитарной эстетике в итальянском варианте, как кич, как некая низкая форма искусства. Вот с этим самым кичем, где все должно быть золоченым, разноцветным и так далее, это тот способ, это то, с чем фонтаны начинают работать. С кичем, который в то время еще в Италии ассоциировался с такими как бы заведомо маргинальными для этого мира, как церковное искусство, вот такой католический кич современный. И вот с этим миром безделушек, это как бы церковная скульптура современная, вот с этим кичем фонтаны начинают работать, делая в том числе, начиная работать отчаянной позолоты и делая послевоенной головой «Медузы». И работая еще с одной эстетикой, которую, я думаю, вполне здесь узнаваемой, с эстетикой, которая, наверное, с 20-х годов и была абсолютно вне моды, и считалась абсолютно дурным вкусом. Я думаю, что как и для требований высокого стиля тоталитарной эстетики, так же, как и с точки зрения модернизма, с эстетикой стиля модерн, который был признан абсолютным кичем с 10-х годов, и который в то время уже наиболее продвинутые модернисты или антимодернисты начинают защищать именно за его качество кича. Поэтому Фонтан, с одной стороны, работает с этим самым кичем и позолотой, он делает, вполне показывает, что он способен делать, он делает свою первую серию абстрактных скульптур в 1934 году, которые он выставляет, скульптур сугубо интерьерных, это не абстрактные скульптуры, это почти абстрактные безделушки, и начинает работать с тем, что не с абстракцией, а с такой очень диссидентской по отношению к высокому тоталитарному стилю сюжетом. Сюжетом скульптура как абсолютная аморфность, как невозможность удержать форму. Поэтому возникают вот такие вот работы, которые не являются скульптурой, которые являются каким-то промежуточным элементом между скульптурой и живописью, где есть эта фигура, но она не выделена из фона, где есть где-то такая разросшаяся картина, или недопроявившаяся скульптура, где скульптура не работает с реальным пространством или с воображаемым пространством, а где она просто из этого пространства, виртуального, которое является просто блоком дерева или глины, что она еще не вышла из этого пространства, поэтому это пространство липнет к ней, поэтому это является какой-то странноватой промежуточной формой ни скульптуры, ни живописи, чего-то, что не смогло себя проявить, что так и не смогло эту форму обрести, что ее только смогло наметить. И там скульптуры фонтана 30-х годов, он делает, он работает с керамикой, он работает. Это скульптура, которая демонстрирует, в общем-то, такую совершенно гротескную невозможность удержать форму. Они почти демонстрируют, это тоже некая органика, это та органика, которая была в модерне, это вполне себе продолжение Гауди, с его... Продолжение Гауди, когда это уже не витальность, а наоборот, скорее, если говорить про декоративность, вполне себе крокодильчик такой вполне мог бы украсить парк Гуэля, как бы существовать в этом же контексте. Но это одновременно и абсолютная декоративность, это почти не скульптура, это безделушки, но это декоративность, которая демонстрирует предметы в состоянии распада. Вот такая груша и банан, они, собственно, говорят, груша и банан, которые, скорее всего, почти сгнили. Это как бы некая органичность, которая при этом демонстрирует скорее результаты разложения и вызывает, скажем, тоже довольно очевидные скатологические ассоциации. То есть это абсолютная антиформа, антиформа инфантильная, антиформа заведомо китчевая, поэтому какое-то все розовое, золотое, разноцветное, с какими-то леденцовыми формами, и там среди таких хлестких упреков, которые бросали фонтане того времени, что он работает, что его произведение соперничает с искусством итальянских мороженщиков. И вот это как бы инфантильная бесформенность, это действительно то, что является наиболее яркой антитезой, возможной неоклассическому тоталитарному стилю. И искусство, которое становится безделушкой, искусство, которое при этом даже в таких самых своих патетических вариантах, итальянский торс, как бы античный, но при этом который выглядит как кусок мяса, что это такая облезающая с него плоть, что это то, что потом будет, то, что в 60-е годы будет делать американский художник Пол Тек, о котором я говорила, когда он пока делает эти фрагменты античных статуй, но делает их из воска и предельно физиологическим, что там нога гладиатора, это нога, которая в этом прекрасном доспехе, но при этом это нога, из которой торчит кость, и течет кровь, и вот такой разлагающийся абсолютно, это античный торс, израненный кусок мяса, который это то, что делает фонтан, в общем, достаточно гротескном и жутковатом варианте, так же, как битва, которая превращается в какие-то всплески переливчатой грязи, скорее всего, чем фигуры, и при этом он действительно в этой эстетике делает заказное искусство, он делает надгробие, он делает церковное искусство, вот такое распятие, конца 40-х годов, вот такое представление о страстях и муках, крестный путь 50-х годов, причем это делается вполне себе, то есть вот это самое ощущение абсолютного распада плоти, который, конечно, потом может стать духом, но пока что этого распада, который разыгрывается как нечто почти пародиное, это растаявшее мороженое, заказное церковное искусство, это ворота сделанные для миланских церквей, и как любое искусство, которое в данном случае является неофициальным, это искусство, которое добровольно готово быть декоративным, быть китчем, и работать вот с этим самым барокко, которое во времена фонтана продолжало быть таким же ругательством, как во времена футуристов, это именно та эстетика, которая очень свойственная Италии, и которая особенно активно вытесняла искусство. Пуристская модернистская эстетика, будь это эстетика авангарда, будь это авторитарная эстетика итальянского фашизма, во многом от авангардной дуще, и эстетика массовая, эстетика, где если там публичным пространством полагалось быть уставленным белыми скульптурами, то домашнее пространство все-таки требовало безделушек, позолота и роскоши, особенно и вот эта роскошность, но роскошность грошовую, роскошность конфетных бумажек и мишуры, это так как бы низкий вкус, это тоже то, с чем фонтан охотно работал, делая вот такие дверные ручки, например, и вот такие как бы и предметы декоративно-прикладного искусства. Но именно из этой пластики, из этой как бы странной скульптуры возникает его специализм, потому что одна из первых вот таких скульптур называется уже пространственная скульптура, и это скульптура, которая как раз делает то, что не делал Бачоне отчасти, она оформляет пустое пространство, даже если это маленькое, почти безделушка, там возникает пространство, эта скульптура возникает как обрамление отверстия, как обрамление дыры, с которыми с этими самыми дырами и отверстиями Бачоне будет дальше работать. Но при этом другая пространственная керамика может быть каким-то сгустком магмы, когда пространство возникает как противоположность формы, что-то, что есть либо форма, либо пространство, а не антитеза, поэтому любое ощущение пространства это то, что возникает как противоположность форме, как противоположность автономному объекту. И как бы свою идею пространственного искусства Фонтата начинает как бы описывать в манифесте. В 1946 году он, побывав в Аргентине, вернувшись в Италию, где он преподает вместе со своими студентами, пишет манифест специализма, белый манифест, манифест пространственного искусства, специализма, который, наверное, довольно сложно перевести как исключительно пространственного искусства, потому что вот это самое специаль, оно, по-моему, на итальянском, судя по всему, так же, как и на английском и на французском, имеет еще одно значение, это космос, это не просто пространство, это космос. И, собственно говоря, этот манифест космического, манифест, белый манифест, манифест, который пишет Фонтана, Это манифест искусства космической эры, потому что это манифест по своей риторике, вполне продолжающий манифест итальянских футуристов. Он пишет о достижениях науки, о достижениях цивилизации, о покорении и о том, что изменение картины мира, которая произошла благодаря прогрессу, настолько огромна, что человек уже не сможет остаться прежним, он должен будет измениться, и что, соответственно, не сможет остаться прежним искусством, что в эпоху механики, эпоху машин дико рисовать фигуры маслом или создавать их из гипса нужно работать с некими едиными формами пространства, времени и движения. То есть это возвращение к идеям итальянских футуристов, но делать их надо в абсолютно других технологиях, в абсолютно других формах. И Фонтана оказывается первым автором инсталляции, одним из первых сознательных, что это должно быть некое пространственно-временное единство, которое создает художник, а не отдельно взятые формы, что это должно меняться во времени, что это должно использовать новые технологии. Новые технологии, которые он тогда начинает, он мечтает об искусстве, использующем радио и телевидение, причем телевидение, так же, как радио считали новым медиа, это возможным медиа для искусства итальянские футуристы, так же, как телевидение в 60-е годы будут читать новым медиа современного искусства, собственно, видеохудожники и медиахудожники, и так же, как на радио и телевидение будущего уповали русские футуристы. Вот у Хлебникова есть совершенно замечательный утопический текст радио будущего, где это радио транслирует изображение, которое может транслировать на такой вполне современный, паблик-арт, когда это трансляции на небо и на облака каких-то посланий человечества. Такой же идея телевидения, которая может обеспечить существование произведения или искусства одновременно в нескольких местах, обдумывает и фонтан, что искусство должно быть неким шоу, неким зрелищем. И при этом первое, с чем он начинает работать, это лиминесцентная краска и то, что называется черным светом, свет, который сейчас довольно давно активно используется на дискотеках и в ночных клубах, и, собственно говоря, во всяких развлекательных заведениях. Пещера ужаса, аттракцион. И вот такое искусство, пространственную инсталляцию, как аттракцион создает фонтаны, создает ее в 1948-1949 году. То, что мы видим, это раскрашенные, постфактум раскрашенные от руки. Нет, это реконструкция, потому что не было тогда цветной съемки. Это вот такие формы, сделанные из папье-маше, подвешенные в абсолютно темном пространстве, в затемненной комнате. Это раскрашенные фонтаны, как это должно было выглядеть. И это современные реконструкции, которые показываются в темноте, и в которых зрители оказываются в этом самом среде этих вполне дискотечных форм, которые сейчас ассоциируются с ночным клубом, тогда, видимо, не ассоциировали. Потому что тогда это ощущение того, что искусство должно быть неким аттракционным экспириенсом, еще было новым и для индустрии развлечений, и для искусства как такового. Особо всерьез это никто не воспринял, именно потому что это было слишком сильно аттракционным. И это очень тонкая грань, на самом деле, которая существует между аттракционом, потому что упрек в аттракционности – это упрек, который кому только в современном искусстве не обращают, и ощущением, и вот этим самым измерением искусства, произведения искусства как некого экспириенса, как то, что зритель должен не увидеть, проанализировать, полюбоваться, а то, что он должен пережить, то, что он должен ощутить, некие сильные ощущения. И фонтан эту грань между экспириенсом и аттракционом, наверное, достаточно вполне сознательно смещает, создавая вот такое китчевое пространство, создавая тоже его декоративно-прикладное искусство, создавая вот такое неоновое барокко, над которым тоже тогда все подшучивали, как могли, что это было. И при этом среди этих определений были в том числе достаточно интересные, что это пещера с неоновыми граффити, с неоновыми наскальными рисунками, что это первые наскальные рисунки атомной эры. Это, наверное, достаточно точное определение, что это ощущение подводного мира, подводного мира как мира, который еще тоже со времен Гауди, что это подводный мир, это мир бессознательного, это мир подсознания. И что это тот вариант опыта, тот вариант экспириенса, который сильно позже в массовой культуре будет называться психоделическим или сновиденческим, с которым фонтан начинает работать опять-таки конец 40-х годов. Это первое эстетическое пространственное переживание такого рода, которое, наверное, создается. А при этом с этим ощущением пространства он работает по-разному, он может делать китчевое барокко, которое он делает, и потом начинает работать с дематериализованным, он начинает работать с неоном. Он один из первых художников, который работает с неоном в современном искусстве. А создавать, работает он, это не музейные вещи, это вещи, которые тогда классифицируются как дизайн. Это массовое искусство, это искусство, которое должно... Поэтому это миланская триеналия, это не триеналия современного искусства, это триеналия дизайна, для которой фонтаны создают вот такую вот огромную неоновую структуру, которую обзывают спагетти, естественно, которую обзывают лассы, там тоже все возможные варианты. И которые при этом являются абсолютно... Это еще одно измерение, что это каллиграфия. Это при 50-е годы. В 50-м году впервые в Италии проходит выставка Джексона Поллока. И некое предположение, что это поллоковский дриппет, который стал пространством, как, собственно, ощущал его сам Поллоков, и в который можно войти, поэтому такое светящееся занятное аттракцион, это тоже вполне присутствует. Тем более, что идея живописи жеста, идея жеста, она у фонтана потом будет развиваться. То есть не потом, а даже практически в то же время. Вот всякие замечательные дизайнерские решения, которые он предлагает для кинотеатров, это потолок кинотеатров, для интерьера магазинов, для очередных там каких-то промышленных выставок. И работа эта со светом его интересовала достаточно долго. И в том же самом 49-м году, когда он создает первое свое амбянсо Спаси Али с черным, извините, не знаю, как на итальянском произносится, для черного цвета, тогда же он делает первую свою картину с этим самым разрушительным нигилистическим жестом. Он начинает делать картины, которые состоят из дырок. С этого момента все его произведения называются пространственные концепты, концепты Спаси Али, поэтому я их просто не подписываю, они все равно все так называются, кроме там отдельных серий. Значит, создается вот этот пространственный концепт, который состоится из того, что холст продырявливается для того, чтобы показать, что, во-первых, он возвращается к живописи одновременно, но форма картины ему нужна для того, чтобы продырявить эту поверхность и показать, что за этой поверхностью находится некое пространство, некий космос. В который современному искусству, новой эры, и нужно найти путь, нужно у него выйти. Это почти Малевичевский идея – это выйти в другое измерение. Но у фонтана этот выход в другое измерение оказывается почти аттракционным, почти шуткой. То есть другое измерение – это такой невероятный аттракцион, который надо попробовать, и который надо попробовать достаточно пародийно, потому что да, он начинает создавать эти бесконечные работы с дыркой, это прекрасный жест. Достаточно тоже интересная ассоциация, что это то, что ассоциируют перфокарты. Это такое методичное продырявливание этих холстов, которое выглядит очень орнаментально. Это почти декор такой, который состоит из этих дырочек, которые можно дополнять чем угодно, то, чего у фонтана нет, и то, что первое, что ассоциируется с авангардом, с отказом от картины, что это такое... Нету пуризма, что это не отказаться от всего и оставить там только белый холст, этот белый холст, незакрашенный холст, и этот холст еще и продырявит. А наоборот, пусть будет и много дырочек, и много красок, и камушки, и позолота. Да, и вот эта самая замечательная забавность этого всего, которая, наверное, действительно фонтану делает абсолютно... неспособна создать некую авторитарную авангардистскую утопию. Он делает самые... Он в это время преподает, у него и студенты. Они придумывают не только новые, он придумывает не только манифесты и новые формы искусства, он придумывает новые формы их экспонирования. Он делает в Милане выставку на улице и в заброшенном доме, который разгоняют. И делает, собственно говоря, один из первых... Видимо, один из первых хэппинингов об истории искусства, потому что, если не считать там манифестации дадаистов, футуристов и прочих замечательных деятелей исторического авангарда, то есть вот первый в послевоенном искусстве такой вариант хэппининга, он заставляет эти... Он как бы придумывает для этих... То есть как бы вместо того, чтобы сделать... Вот ничего не остается, кроме как продырявить холст, одно единственное дырое, он придумывает все больше и больше вариантов, что еще можно к этому придумать, чем еще это можно украсить. Еще это можно сделать действительно двигающимся, еще это кинетическим. А еще это может превратиться в вазочку. Это действительно уже не скульптура, а декоративно-прикладное искусство. Это может быть множество камушков, это может быть, в конце концов, живопись, и это впервые, когда фонтан, скульптор начинает создавать картины. То есть ему нужно создать картину для того, чтобы было что уничтожать. Но и потому, что вокруг не дыры уничтожают картины, уничтожают живопись. А наоборот, вокруг этих отверстий нарастает картина и нарастает живопись. Так или иначе, жестикуляция меняется. После прокалывания дыр возникает еще более мелодраматический жест, когда холст вспарывается ножом и вспарывается в порыве отчаяния. Причем для самого фонтана это была, скорее, пародия на живопись действия. То есть это пародия на Поллока, где холст бесконечно взрезается таким немножко истерическим жестом маньяка, который бросается на этот холст, чтобы его уничтожить. Но при этом каждый раз оказывается все равно картиной. И каждый раз этот разрез оказывается элементом декора. Его можно вписать в орнамент, его можно сделать частью живописи. И в 60-е годы фонтан все-таки приходит к монохромным полотнам и приходит к ним отчасти под... Поскольку он тоже такой замечательный пример, когда он большим интересом следил за то, что делают следующие поколения художников. Он дружил с Пьером Анзони. Он, видимо, с большим интересом наблюдал за тем, что делал Ив Кляйн. Поэтому первый монохром, как бы взрезанный, один из первых монохромов, который делает... Не то, что он общался с Кляйном, он был одним из первых, кто покупал у него работы, потому что Кляйн был тогда молодым и начинающим, а фонтан был уже даже со своими этими декоративно-прикладными, видимо, вещами, вполне преуспевающим скульптором. И он мог позволить себе покупать работу молодых художников. И он начинает делать эти монохромы, но делает их еще... Если у Кляйна это была антиживопись, потому что вот никакой картины, а просто закрашенный холст, то у фонтана, наверное, становится даже еще большей пародией. Это пародия и на абстракцию, и на живопись действия. Это любые монохромы, но такая уже резьба по этому холсту фигурная, которая превращает это в замечательный такой вот декор. И еще ему мультиплицирует вот этот самый знаковый жест, который, конечно, очень красиво разыгрывается. И более того, я не знаю, меня совершенно потрясло, потому что эти картины показывали, ну, работы фонтана показывали в Москве, они, конечно, есть во многих, я довольно часто видела во многих музеях. И я в какой-то момент поняла, заметила совершенно потрясающую штуку, что они же не проткнуты насквозь. За этим полотном взрезанным не видно стену, на которой оно висит, потому что с изнанки эти разрезы очень-очень аккуратно подклеены черной марлей. У тебя нет как бы... Когда он работал с дырками, с продырявленными холстами, есть фотография, которую я не нашла, к сожалению, в интернете, где эти работы сняты на просвет, так что они кажутся созвездиями, да, через них свет падает. А здесь никакого света нету, никакой дыры, никакого уничтожения картины, никакого уничтожения иллюзорности холста. Наоборот, есть иллюзия, что за этой дырой действительно черный космос, что за этой дырой действительно открывается другое измерение. И вот с этим ощущением другого измерения, вообще с чем можно, что можно с этим придумать, это бесконечная игра, это почти такая же игра, что можно сделать из монохрома. А очень много чего можно сделать. Можно заставить его двигаться с разрезами, можно придумать вот такую кинетическую скульптуру, а можно превратить это в объем обратно, в скульптуру. Можно сделать скульптуру и показать, как не пространство открывается за холстом, когда он взрезается, наоборот, про то, как объем нарастает вокруг этого отверстия. Есть разрез, но вокруг него появляется объем, появляется как бы то, что это дыреса дает какое-то совершенно плотское ощущение, естественно, там все возможные фрейдийские ассоциации с женскими половыми органами тут присутствуют, и отсылки к происхождению мира Густава Курбе, куда же мы от него денемся. И действительно, вот эти все невероятные материальные, плотские, телесные, сексуальные коннотации, которые, опять-таки, еще помогают еще раз осознать всю физическую, насильственную, садистскую природу вот этого жеста художника, который подырявливает или взрезает холст, что это, конечно, действие, но действие достаточно психоаналитически нагруженное, но при этом превращенное в игру, то, что там Фонтан вполне себе делает. А как бы он для выставки, которую он делает, у него первая американская выставка была в 61-м году, и он туда делает для нее серию работ, которые иначе как издевательством над идеей абстракции того времени, да, когда там главные мировые художники, это там либо очень минималистская абстракция, там, ротка, что-то очень напряженное, что абстракция – это всегда что-то минималистское и хорошего вкуса. А Фонтана делает минималистские, как бы свои эти картинки, картины с дырками, украшенные муранскими стеклышками, позолоченные, украшенные там вот разве что не фантиками, и с названиями, знаете, «Луна в Венеции», «Солнце над площадью Сан-Марко», то есть с названиями открыток, и с такими же замечательными, кичевыми, бесконечно соблазнительными предметами. То есть он придумывает почти поп-арт до поп-арта, немножко до, и вот это все бесконечно, как бы что картина одновременно и разрушается, и делается вот таким вот прекрасным игрушечным предметом. И из Нью-Йорка он привозит наоборот работу, после Нью-Йорка он, наоборот, делает работу с зеркальной поверхностью, которая рассечена теми же самыми отверстиями, и при этом все равно это и серия работ, где как раз все-таки появляется, что есть за этим стена, никуда это не ведет, вот такие овалы, которые называются, это серия, которая называется «Смерть Бога», но так это уже на самом деле вполне себе игровая и оптимистическая, да, вот мы уперлись в эту белую стенку, никакого там космоса, может быть, и нет, но при этом бесконечно играть можно во все это, во все эти самые новые формы и цвета, и поэтому, естественно, подумайте, одна из следующих серий, которую он делает, это серия театриков, где это иллюзорное пространство, который вот этот космос, который якобы должен открыть, неведомо открыться за взрезанным полотном, за уничтоженной картиной, которую создавали, собственно, ровно для того, чтобы ее уничтожить или как бы уничтожить, он окончательно превращается в иллюзию, он окончательно превращается в театральное пространство, и это делает Фонтану как бы действительно антиавангардистом, потому что авангардное искусство, такой высокий модернизм, всегда разрушает иллюзию, чтобы достичь какой-то правды, что давайте перестанем писать фигуративные полотна, иллюзорные полотна, чтобы показать, что картина – это просто, начиная с тех же кубистов, что это просто кусок холста, покрытый краской, что это все время уничтожение иллюзии. А Фонтан начинает как бы в той же риторике, что давайте уничтожим еще холст, чтобы совсем никакой этой иллюзии и лжи не осталось, он приходит к тому, что, собственно говоря, это пространство, которое нас манит, возможно только как иллюзия, и с этой иллюзией он продолжает работать, точно так же, как Бачони, когда он пытается создать пространство, понимает, что он работает не с реальным пространством, которое можно создать между скульптурой, а работает с пространством, как абсолютно виртуальным пространством, которое воздействует на эту скульптуру. И такой же иллюзией оказывается вот это самое космическое пространство, которое предлагал увезти своих зрителей Фонтана, но при этом это и одна из последних его работ, которые он делал для документа, для выставки в Касселе, это лабиринт из белых холстов, внутри которого обнаруживается вот такой один единственный разрез, за которым, судя по всему, есть вот эта вот черная подложка. Но работа, в которой есть, может быть, самая минималистская работа Фонтаны, работа, в которой есть это ощущение иллюзорного пространства, который, тем не менее, фокус понятен, но от этого не перестает быть более интригующим, и работа, которая абсолютно предвосхищает двух, назову, совершенно очевидных художников, с которыми это ассоциируется, это Анни Шкапур с его, и Джеймс Тарл, которые тоже работают вот с этим ощущением, какое пространство иллюзорно, но более реально, чем реальное, и оба этих замечательных художников вот из этого самого как раз ощущения иллюзорности, но при этом виртуального пространства делают, в общем, что-то вроде духовного опыта. Спасибо.